Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Анатолий. Вместе с вами сегодня я хотел бы коснуться такой темы, как обвинение. Вина сопровождает жизнь каждого человека. Иногда Бог обвиняет нас. И в Библии сказано о том, кого Бог любит, того Он и наказывает. А иногда вина сопровождает нас от врага. И враг постоянно, виня нас, причиняет нам ущерб, страдания. И мы тогда в чувстве вины порабощены. И освобождение тоже приходит только от Бога Живого, от Иисуса Христа. И поэтому вина – это яд, которым мы травим друг друга, самих себя. И очень много людей, не понимая, что означает вина, винят всех подряд вокруг себя. И вина – это действие, как духовное, так и физическое. Оно бывает устным, письменным, оно бывает индивидуальным и коллективным. И мы виним себя, родителей, мы виним детей, соседей, коллег по работе, друзей, государства, полицию, врачей, учителей, таможню, жилищно-коммунальное хозяйство. Мы виним бюрократию, и мы виним различного рода сервисные службы. И обвинение – это способ выражения своего недовольства. Кем-либо или чем-либо. Но теперь самое главное – обвинение – это суд. А Бог говорит нам – не суди, да не судим будешь. И если человек обвиняет кого-либо, даже самого себя, то Бог с пристрастием начинает судить и его самого. И нужно ли нам это? Нужна ли нам Божья милость или Божье обвинение? Не дай нам Бог становиться Божьими противниками, ибо мы будем обречены. И поэтому недовольство – это неверное состояние души, разума, из-за которого духовный мир и его устройство, и его влияние на нас, оно не улучшается, а ухудшается. И поэтому любые обвинения – это негативные, разрушающие действия и на тех, кого обвиняют, и на того, кто обвиняет. Узнающий Бога, обращающийся со Святым Духом, будет снижать свои обвинения в свой адрес, в адрес других людей, и он будет освобождаться от них через милость Иисуса Христа, через милость Божья. Ибо обвинение – это совсем не путь добра, а путь зла. Обвинение – это обвинение в нашей жизни. Прослышайте на эту тему, а я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.